Оказывается, путешествие по России можно совершить, буквально не выходя из кинотеатра. Чем запомнился одноименный фестиваль Красноярского Енисейкино в этом году, расскажу в сюжете далее. Победитель премии Русского географического общества в номинации «Лучшая экспедиция по России». Проект «Борт Тюрикова. Возвращение». Сложно сказать, кто больше ждал этого момента. Сотрудники Красноярского отделения РГО, организовавшие эту экспедицию, СМИ, что помогали с освещением проекта или семья самого Тюрикова, летчика, совершившего памятный полет. Эта история началась в 1943 году. Тогда самолет «Дуглас С-47ДЛ» был передан Советскому Союзу по ленд-лизу и сразу поступил в распоряжение наших ВВС. К 1947 году машина находилась в ведении Красноярского управления гражданской авиации. 22 апреля командир Тюриков совершал рейс с архипелага «Северная земля» в Дудинку с 29 пассажирами на борту. Но полчаса после вылета спустя экипаж радировал. Крепко сбоит левый двигатель. Падаем. После чего связь прервалась. В тяжелейших погодных условиях, практически при полном отказе техники, Максим Тюриков совершил чудо. Посадил самолет без потерь. Их искали три недели и нашли. Были живы все. Кроме восьмерых смелых, кто ушел вместе с капитаном корабля искать помощи через тундру. Самое главное в моей жизни – память об отце. Он всегда для меня был кумирным, одеялом. Тут Авелина Максимовна, дочь летчика-героя, прерывается. Говорит, извините, переведу дыхание. Авиационные линии. Ави-лина. Так расшифровывается мое имя. Представляете, как он любил небо, если единственного ребенка назвал в честь профессии. Рассматриваем фотографии. Бравый полярник глядит с них уверенно, слегка сдвинув брови. Серьезный человек. Такой действительно пожертвует собой, лишь бы выполнить свой долг – спасти пассажиров. Тело Максима Тюрикова обнаружили только в 1953 году. Самолет же пролежал в тундре все это время. Вплоть до серии спасательных экспедиций, организованных Красноярским отделением Российского географического общества в 2016 и 2017 годах. Когда я там была и же летала туда, на Таймыр, то когда я там в кабине была, ну мне прямо вот казалось, что вот где-то здесь рядом отец. И вот когда фильм вот этот видела, то я плакала, целый день плакала. Потому что мне казалось, что вот за штурбаном отец. Так было достоверно. Все. Достоверности видео сомневаться не приходится. Члены экспедиции вели аэросъемку. Работали на месте аварии. Все сибирские СМИ следили за событиями чуть ли не в прямом эфире. Вот специалисты отправились в тундру. Вот оттуда воздухом везут одну часть самолета. Вот уже по Енисею одно за другим доставили крылья. Вот восстанавливают поврежденную носовую часть. Фильм, о котором говорит Авелина, Дуглас, Возвращение, презентовали широкой публике на фестивале путешествия по России в начале декабря. Красноярская картина стала флагманом мероприятия, рассказывает руководитель Енисей кино и директор кинофеста Ирина Белова. Мы всегда подбираем программу так, чтобы зритель мог увидеть самую интересную отечественную документалистику. Это такой смотр премьерных фильмов по определенным тематикам. Сложилось уже исторически, что в фестивале есть несколько программ. Одна программа посвящена заповедной системе России, другая программа национальной особенности нашей страны. Там мы показываем фильмы о наших всех многонациональной России. И программа очень серьезная есть «Русская Арктика и Антарктика». Там дальше фильмы о русской Арктике и русской Антарктиде. Особенно важно, подчеркивает Ирина, что многие из этих фильмов, скорее всего, увы, больше зритель никогда увидеть не сможет. С документалкой коммерческий прокат не дружит. А наш фестиваль не просто ежегодный, но и проходит в три этапа. И это всегда встречи режиссеров со зрителями, мастер-классы, но главное – истории, которые нужно знать. Авелина Максимовна не даст соврать, так что следите за афишами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова